Начертели, раскроили уже, там вырезали все, что надо. Потом мы идем за либо ручными стежками, либо на швейной машинке, поскорее будет, собираем вещи на примерку. Со школьной скамьи на урок кройки и шитья Лиана Мерсояпова погружается в специфику будущей работы. Она хочет стать дизайнером одежды. В детстве мне нравилось придумывать разные платья. Пыталась сама тоже что-то смастерить, но как-то не выходило. И вот решила, что как подрасту, то может мне и получится точно. В этом году Лиана окончила школу номер 9 в Бирске. У нее большие планы на будущее – получить образование и работать в индустрии моды. Девушка говорит, раньше не могла определиться со своей будущей профессией. Но в одном была точно уверена, что ее всегда тянуло к творчеству. Даже без определенных навыков она старалась обновить свой гардероб. Я пробовала кофту шить и юбки. Юбка у меня получилась, а кофты нет, к сожалению. В ателье Лиана оказалась вовсе не случайна. Она стала победительницей конкурса «Сочиняй мечты» в рамках проекта «Выпускники 2020». Его организовала компания «Уфанет». На участие заявились более 300 человек. Они присылали сочинения и видеоролики, в которых рассказывали о профессии мечты. Жюри отобрало более 40 лучших работ. Прямо сейчас у нас начинается самое интересное. Мы награждаем ребят. Подарки в этом году у нас тоже довольно оригинальные. Мы решили для ребят провести встречи, экскурсии, мастер-классы с теми профессионалами, о профессии которых они упомянули в своих работах. Мне кажется, это довольно классно. Вживую увидеть действительно вот это дело, о котором ты мечтаешь, и принять для себя решение, действительно ли ты готов развиваться в этом направлении, или, возможно, тебе еще стоит подумать над своей мечтой. То есть вот видишь, он идет и срезает то, что нам не нужно. Вот это. Знакомец профессии и проводит экскурсию Нурзида Хайрулина. Она сооснователь ателье Нурри в Уфе, модельер свадебных и вечерних платьев, руководитель швейных курсов. Более 10 лет создает красивую и стильную одежду. Чью я вообще с детства, то есть у меня мама вязала. Я всему этому взяла у нее. У меня даже в школе одежду крали. То есть она настолько красивая была. То есть мама у меня и шила сама. Но она раньше делала это все вручную. Но у нее это не профессионально поприще было. То есть по специальности она в совершенно другой области работает. А я уже решила сделать это делом жизни. То есть 14 лет у меня появилась мечта. Я захотела стать дизайнером одежды. То есть вот это надо будет тоже учиться. Швейное оборудование, технические рисунки и виды тканей. Леоне рассказали о тонкостях работы дизайнера одежды. И с чем ей придется столкнуться во время учебы. Сопускницы даже поделились маленькими хитростями. На учебе, где ты будешь учиться, там будут низкие столы. И это очень неудобно. На позвоночник большая нагрузка. А мы тут специально сами придумали такую инновацию, чтобы на высоком столе кроить. И работает легче и удобнее. Экскурсия очень интересная и насыщенная. Мне очень понравилась. Эта экскурсия открыла мне глаза. То, что какие могут быть нюансы, плюсы, минусы. И буду работать над всем ошибками своими. Ей нужно будет достаточно настойчивой, сильной и упорной, чтобы добиться своей высокой цели. Теперь Леоне Мерсояповой есть на кого равняться. У нее появился достойный пример для подражания. Подобные встречи и экскурсии ждут и остальных победителей конкурса «Сочиняя мечты» от компании Уфанет. Об этом мы расскажем в следующих выпусках новостей. Рустам Нурешев, Екатерина Дейнека и Анастасия Никишина. Городской телеканал ЮТВ.